МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Ума-палата. Отборочные игры. Знаете ли вы, кто первым уловил сигналы первого космонавта Юрия Гагарина? А ведь это был якутянин. Любопытно, знают ли об этом наши игроки. Узнаем прямо сейчас. Игроки, представьтесь. Гаврил Духнаев, риэлтор, блогер, президент Инсайт Люди. Андрей Межинский, журналист, студент, дебатер. Гаврил, знаете ли вы, что наша игра требует быстроты ума и быстроты реакции? Как вы оцените скорость собственных интеллектуальных реакций? По 10-бальной шкале 8. Достаточно высоко. Проверим это на деле. А как у вас дела с госпожой удачей? Часто ли она поворачивается к вам передней частью или же чаще другой? Ну, от события. От самого... От самой ситуации. Понятно. Надеюсь, ситуация сегодня будет на вашей стороне. Андрей, вопрос о Гагарине я адресую вам. Слышали ли вы когда-нибудь об этом факте? И знаете ли вы имя этого человека? О факте слышал. Имя не упомню, но знаю, что это, кажется, нюрбинец. Да, вы абсолютно правы. Это был Александр Тимофеев, инженер-радист, родом из юрбинского улуса. И даже есть специальная отметка в его трудовой книжке. По крайней мере, радуйте хотя бы такими знаниями. Посмотрим, какие будут у вас еще впереди. Ну что же, игра покажет, сможете ли вы сегодня выиграть 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 моих вопросов во всех трех раундах. Перед вами находится черный ящик, в котором два шара красного и синего цветов. Тот, кто вытянет шар красного цвета, будет отвечать первым в первом раунде нашей игры. Пожалуйста, приступайте. Андрей, удачи сегодня на вашей стороне, а не на стороне Гавриила, который очень надеялся на этот момент. Ну что же, Андрей, вы получаете преимущество, вы будете отвечать первым. Однако прежде правила игры. Итак, в игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам второго раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится две минуты. Игроки отвечают по очереди. Первым начинает Андрей. Андрей, как назывался правитель в Древней Египте? Фараон. Верно. Гаврил, какой элемент обозначается символом феру? Железо. Погромче, железо, конечно. Андрей, кто изобрел телефон? Белл. Верно. Гаврил, назовите кофейню в американском ситкоме, друзья. О, пас. Центральный парк. Андрей, сколько игроков на каждой стороне в матче пола? Четырех. Верно. Гаврил, назовите два наиболее часто используемых диалекта китайского языка. Пас. Кантонский и мандаринский. Андрей, на железной дороге Японии эту работу выполняют толкатели. Чем они занимаются? Заталкивают пассажиров в вагоны метра. Абсолютно верно. Гаврил, кто открыл пенициллин? Пас. Флеминг. Андрей, назовите первую женщину, получившую Нобелевскую премию в 1903 году. Мария Кюрис-Клодовская. Совершенно верно. Гаврил, сколько падежей в русском языке? Семь. Шесть. Андрей, в каких единицах измеряется сопротивление? Пас. Вомах. Гаврил, две сестры, одна моя тетя, другая нет. Кто для меня другая женщина? Другая нет. Моя мама. Андрей, древнегреческий ученый, клятву которого знает каждый врач. Гиппократ. Верно. Гаврил, солдат 16 века, вооруженный фитильным ружьем? Пас. Мушкетер. Андрей, если вам удастся близко разглядеть по челу, сколько глаз вы у нее обнаружите? Два. Ровно пять. Гаврил, какой головной убор был во время бала на Татьяне Ларина, героине Романа Евгения Онегин? Шляпа. Малина, выбери от Андрей. Что сказал кот Матроскин в фильме «Троя с простоквашина», когда мимо него проходил дядя Федор с бутербродом? Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Верно. Гаврил, как называют отца жениха или невесты по отношению к родителям второго супруга? Честь. Сват. Андрей, ящик Пандора, артефакт мифологии. С какой стороны миф? Древняя Греция. Верно. Гаврил, какой орган человек называет функционирует только после его рождения? Пас. Легкие. Андрей, какова длина самой длинной реки России? Пас. Река Лиана, ее длина 4400 километров. Гаврил, как называется запах земли после дождя? Пас. Петр Икор. Андрей, кому посвятил лунный санат Бетховен? Своей возлюбленной. Как звали? Нет. Пас. Джульетта Гвичарди. Время вышло. Общая статистика первой игры следующая. В течение первого раунда я задал вам 23 вопроса. Из них Гаврил дал один правильный ответ. Андрей, 8. Гаврил, вы представились достаточно пафосно. И блогером, и риэлтором, и кем только угодно. Почему так мало знаний, несмотря на обширность вашей деятельности? В последнее время у меня уже упор идет больше к законопроектам. Что по жилищному фонду, что по трудовому кодексу, и не знаю. И что? Это означает, я вам должен был задавать вопросы только из этой области? Нет, это означает, что мне надо наоборот расширить кругозор. И уже... Расширить кругозор надо было еще в школе. Как учились? Отлично. Отлично? Да. Что-то не похоже. Андрей, ваши ответы нас пока что радуют. Что вам помогло? Школьные знания? Ну, все собираю. Все, что можно. Все знания, которые могу. И вот они выливаются таким образом. Переломный момент. Вовсе даже не переломный. Потому что у Андрея снова преимущество первого ответа. Теперь вы будете начинать отвечать первым на вопросы второго раунда. Переход хода во втором раунде происходит после первой ошибки. Это означает, что если вы будете давать только правильные ответы, вы не дадите возможности Габриилу дать хотя бы один ответ, хотя бы на один вопрос. Андрей, назовите столицию Новой Зеландии. Пас. Веллингтон. Габриил, какой поэт написал? Я очень люблю копченую сельдь, яйца и жирный творог. Пас. Гейне. Андрей, кто такой деверь? Древесный дух. Брат мужа. Габриил, кто сказал единственная разница между мной и сумасшедшим? Это то, что я не сумасшедший. Пас. Сальвадор Дали. Андрей, под какими еще названиями известна специя кумин? Пас. Зира. Габрил, памятник кому или чему сопроводили надписью «Кормильцу от благодарных луховича»? Пас. Огурцу. Андрей, какое произведение Пушкин писал от лица женщины? Анна Каренина. Расславлев. Гаврил, какой бой привлекает туристов к Спасской башне? Пас. Звой курантов. Андрей, как называется металлическая рейка, которая выравнивает поверхность штукатурки или шпаклевки? Шпатель. Правило. Гаврил, что находится в консервной банке с изображением коровы? Говядина. Тушенка. Андрей, что сделает терпение и труд в известной пословице? Все перетрут. Верно. Что надо было сделать, чтобы открыть дом бабушки Красной Шапочки? Постучать в дверь. Дернуть за беревочку. Гаврил, на вершине высочайшей горы какой страны установлен бюст Симона Боливара? Пас. Венесуала. Андрей, какой полуостров дал название породе собак? Лабрадор. Верно. Андрей, какая страна является родиной породы собак Далматин? Англия. Хорватия. Гаврил, о каком саднике писал Александр Сергеевич Пушкин? Садник без головы? Медно. Андрей, как заканчивается название русского романа Назарет и ее? Проводи. Не буди. Гаврил, что заряжал во время своих телесеансов целитель и экстрасенс Алан Чумак? Вода. Верно. Гаврил, какой орган, по мнению Станислава Ежи лица, в конце концов побеждает в борьбе между сердцем и головой? Желудок. Верно. Гаврил, какое подразделение в дренируемской армии входило примерно 100 воинов? Пас. Центурия. Время вышло. Второй раунд завершен. Теперь сухие цифры. Во втором раунде вам было задано 20 вопросов, при этом Гаврил дал два правильных ответа, Андрей также два. Андрей, что, перехвалили вас? Может быть, перехвалили, плюс пробелы в знаниях, конечно. Но часто замечал вопрос своего оппонента, на который я знал ответ. Так сложилось. Ну, пусть будет так. Гаврил, удача вернулась к вам. Пока да. Пока да. Ну что же, не прогоняйте ее со своего двора. Однако, скажите мне, пожалуйста, я, конечно, могу продолжать и далее, но мимо одного вопроса я не могу пройти мимо. В этом году 225 лет отмечает один русский писатель. Кто? Пушкин? Конечно, Пушкин Александр Сергеевич, медного всадника которого вы вдруг... Что сделали с ним? Обезглавили? С ума сойти. Безобразие. Итак, игроки, у вас одинаковое количество баллов. Это означает, что мы объявляем дополнительный раунд. По правилам, Андрей будет отвечать первым на вопросы дополнительного раунда, потому что отвечал первым на вопросы второго раунда. Мы с вами сейчас работаем без учета времени и по принципу пенальти до первой ошибки. Андрей, путешествие в какую из невыдуманных стран описано в книге Свифта «Приключения Гулливера»? Францию? Увы, нет. Это была Япония. Гаврил, на какой день приходится начальная точка зодиакального круга? Декабрь. Весеннее равноденствие. Андрей, что отвечал советский пионер на призыв «Будь готов»? К труду и обороне. Ах, если бы. Всегда готов. Гаврил, по какой реке тянут бурлаки баржу в известной картине Ильи Репина? Волга. Волга. Это была Волга. Что-то скажете на прощание? Ну, приятно, когда тебя критикуют. Приятно также проигрывать, видеть пробелы в своих знаниях. Закончу парой строк Есенина. Мне нравится, когда каменья брани летят в меня, как град, рыдающие грозы. Я лишь крепче жму тогда руками моих волос, коснувшихся пузырь. Мы хвалим вас за то, что вы знаете не только Пушкина, но и Есенина, в отличие от вашего соперника. Спасибо. До свидания. До свидания. Гаврил, ровно одну минуту. Я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20 по результатам всех раундов, у вас появится воистину уникальный шанс побороться за главный приз нашей игры «Ума палата» 100 тысяч рублей. Напоминаю, что этот большой куш вы сможете выиграть в конце нашего телесезона. Гаврил, каких единиц измерений измеряет сил ветра? Метр в секунду. Баллы. Какое море самое соленое? Желтое. Мертвое. Кто был женихом Мухти-Сахатухи? Пас. Камар. Кто был главный бог славян? Пас. Перун. Какой город республики Сахай-Якутия называют алмазом столицей России? Мирный. Верно. С переездом Чехова в Ялту его поклонницы также перебирались в Крым. Они часто появлялись неподалеку от писателя, в надежде привлечь его внимание. Каким яблочным термином называли этих женщин? Пас. Антоновки. Знающие люди советуют путникам, оказавшимся в пустынной местности, без подручных средств, перед ночлегом сложить ее из камней. Назовите ее. Пас. Стрела. Как белые медведи охотятся на пингвинов? Никак. Никак. Они живут на разных полюсах. Как называется галактика, в которой мы живем? Земля. Млечный путь. Какой из этих вариантов написан без ошибок? Заслуженные профессоры, опытные тренера, детские докторы, директора компании. Без ошибок. Директора компании. Директора компании. Ваш ответ верный. Время вышло. Гаврил, очевидно, что вы не смогли набрать необходимое количество баллов. И дураку ясно. Скажите, пожалуйста, почему? Вот честно, я вообще не был готов. Может, надо было уступить Андрею? Можно было. Нет. Потому что мы за честную игру. Итак, за время игры я задал вам 10 вопросов. Вы мне дали только 3 правильных ответа. В последнем решающем раунде вы не смогли пополнить свою копилку. Правильных ответов до 20. И поэтому покидайте нашу игру. До свидания. До свидания. Это игра «Ума. Палата». Эрудиция и удача покинули и подвели наших сегодняшних игроков. На что будут делать ставки следующие участники, узнаем прямо сейчас. Это игра «Ума. Палата». Еще один факт из истории Якутии, о котором наверняка должны знать наши участники. В годы Великой Отечественной войны якутские актеры, игравшие спектакль «Нюргун Баатур Стремительный», собрали 158 300 рублей и передали их в Госбанк СССР. Вопрос. Для чего? Это и будет моим первым опросом нашим сегодняшним игрокам. А пока что познакомимся. Представьтесь. Попов Евгений Николаевич, ведущий эксперт лаборатории биотехнологии, учитель в 20-й школе, биолог. Петров Роман, кандидат наук, научный сотрудник Института биологических проблем коррелитозоны. Роман, именно вам я адресую этот вопрос. Для чего якутские артисты собирали эти деньги? Для вооружения наших войск? Конкретно. А на создание танков? Да, совершенно верно. Для строительства танка Т-34, который потом и носил это название «Нюргун Баатур Стремительный». Вы уже поражаете нас глубиной своих знаний. Посмотрим, что покажет игра. Вместе с тем мы знаем, что вы азартный игрок в игры. Какие игры предпочитаете? Ну, в основном, квиз, шахматы. Пытался дартс, но пока не получается. Евгений, еще один претендент на звание эрудированного человека. Мы часто приглашаем учителей, потому что они светило знаний. Вы можете себя таковым назвать? Игра покажется. Как сами учились в школе? Хорошист. Хорошист? Хорошист. Какой предмет удавалось вам лучше всего? Лучше сказать, мне не удавалось геометриям. Сейчас вам не задавать вопросы с геометрией. Ну, было бы хорошо. Хотя теоретическая геометрия, она проста. Итак, игра покажет. Она покажет, сможете ли вы выиграть 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов во всех трех раундах. А пока что рядом с вами находится черный ящик, в котором, в свою очередь, находятся два шара красного и синего цветов. Вам нужно одновременно вытянуть шар необходимого цвета. Именно шар определит, кто будет первым отвечать на вопросы первого раунда. Тот, кто вытянет шар первого красного цвета и получит это преимущество. Пожалуйста. Это преимущество получили вы, Роман. Можете вернуть шары на место, и мы будем приступать к первому раунду. Итак, в игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам второго раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится ровно две минуты. Игроки отвечают на вопросы по очереди. Первым начинает Роман. Роман, какого цвета черный ящик в самолетах? Оранжевый. Верно. Евгений, как переводится с греческого слова «свинкс»? Кошка. Душитель. Роман, в какое море впадает река Урал? Каспийская. Верно. Евгений, какому композитору принадлежит произведение «Лунная соната»? Мостр. Бетховен. Роман, какому языкальный инструмент известен как «король инструментов»? Рояль. Орган. Евгений, в каком виде спорта один из элементов «дорожка шагов»? Фигурное катание. Роман, название какого цветка в японском языке, а нам амонимичное слово «солнце»? Лотос. Ой, Хоризонтема. Евгений, чернила как красного цвета в этом государстве считались священными, и писать имя мог только императора. О каком государстве речь? Священовинской империи. Древний Рим. Роман, какой язык в Англии был официальным на протяжении 600 лет? Кельтский. Французский. Евгений, именно эту часть цвета символизирует желтое Олимпийское кольцо. Азия. Верно. Роман, на этом автомобиле путешествовал в золотом теленке Остап Бендер. Правильный ответ антилопа гну. Евгений, моряки этой страны считали, что черное окошко приносит удачу, и потому обязательно брали ее с собой в плавание. Британия. Англия. Верно. Роман, какой итальянский ученый произнес фразу, и все-таки она вертится? Галерия Галерия. Верно. Евгений, назовите столицу Литвы. Вильнюс. Верно. Роман, какая семья, живущая в Спринфилдте, дала название мультсериалу? Симпсон. Верно. Евгений, как в США называется день начала рождественского сезона распродаж? Черная пятница. Роман, декоративная карликовая порода какого живота называется мини-пик? Свиньи. Верно. Евгений, на территории какого современного государства находится Трансильвания? Румыния. Верно. Роман, экзамен по какому предмету Старик Хатавыч помогал взывать в Ольке? Математика. География. Евгений, название какого знака препятствия происходит в ластинского соло-разделения? Два изучая. Слишком долго думаете. Правильный ответ, дефис. Время вышло. Итак, первый раунд завершен. Общая статистика игры следующая. В течение первого раунда я задал вам 20 вопросов. При этом Роман дал 5 правильных ответов. Евгений, 4. Евгений, как будете оправдываться? Я переволновался. Переволновался и что-то забыл. Роман, хоть вы и получили преимущество в один правильный ответ, в отличие от Евгения, тем не менее это тоже катастрофически мало ответов. Почему? Долго вспоминал насчет антилопы гну и хоризонтемы, а остальные ответы, к сожалению, что-то упустил. Роман, вы будете отвечать первым на вопросы второго раунда по понятным причинам. Переход хода в следующем раунде осуществляется после первой ошибки. Это означает, что если вы будете давать всегда правильные ответы, Евгений не сможет получить вопросы. Роман, кем работал в зоопарке Крокодил Диана? Крокодил. Верно. В первой половине 20 века, Роман, в каком каждом боулинге было по несколько человек занятых этой работой? Чистый шарок. Расставлять кегли. Евгений, кто в сказке Шарля Перо жил за мельницей в первом домике с краю? Кот. Бабушка, роман слугой кого из мушкетеров был планшет? Армиса. Дартадян, Евгений, как называется жанр церковной литературы, в котором описывается жизнь и деяния святых? Псалтырь. Житие. Роман, это азиатская страна, не имеет ни одного портового города, однако под ее флагом сегодня ходит более двух с половиной тысяч судов. Суда. Монголия. Евгений, как называется и хищное животное, и вид бега лошади? Рысь. Верно. Евгений, какой город принимал Олимпийские игры в 2021 году? Пекин. Токио. Роман, президентом какой страны был Шимон Перес? Франции. Израиль. Евгений, образуйте родительный поезд множественного числа от названия птицы перепел. Перепела. Перепелов. Роман, что есть и у самолета, и у кометы? Хвост. Верно. И роман, альфа, бета и гамма, это буквы какого алфавита? Греческого. Верно. Роман, как называют общую столовую монастырявцы с церковью при ней? Трапезная. Евгений, хозяйка какой горы действует в сказке Баженова «Каменный цветок»? Медный. Верно. Евгений, как называют материалы смеси двух и более металлов? Сплав. Верно. Евгений, какие геометрические объекты бывают внутренними накрыст лежащими? Вписанные. Углы. Роман, кто, как в Древней Руси назывались странствующие актеры, выступавшие на ярмарках? С комарухи. Верно. Роман, как звали церковь сказки Пучкина с золотым петушкой? Солтан. Дадон. Евгений, это один из основных тренировочных санкетов в боксе? Груша. Верно. Время вышло. Итак, второй раунд завершен. А теперь сухие цифры. Во втором раунде вам было задано 20 вопросов. При этом Роман дал 4 правильных ответа, Евгений также 4. Это означает, что специально для вас будет проведен дополнительный раунд. Роман, вы будете отвечать первым на вопросы дополнительного раунда по праву преимущества первого ответа во втором раунде. Вы будете отвечать на вопросы без учета строгого времени. При этом ответы принимаются по очереди до победы в одно очко по принципу пенальти. Надеюсь, правила вам ясны? Тот, кто выиграет в дополнительном раунде и проходит в третий раунд. Роман, назовите летчика, возглавлявшего экипаж, который в 1937 году совершил полет по маршруту Москва-Северный полюс-Ванкувер. Вы не знаете правильного ответа. Правильный ответ Чкалов. Евгений, какому режиссеру принадлежат слова? Когда я сочиняю истории, меня больше всего волнуют не характеры, а лестницы, которые скрипят. Это Хичкок. Уж можно было и догадаться, что речь идет о жанре ужасов. Роман. Для какого музыкального инструмента написаны каприсы Паганини? Скрипка. Этот ответ правильный. Евгений, в какой фехтовальной дисциплине разрешены и удары, и уколы, поэтому спортсмены владеют двумя техниками? Фехтовально шпагами? Не на шпагах, а на саблях. Ваш ответ неправильный. По результатам дополнительного раунда, именно Роман проходит третий тур. Евгений, мы вынуждены с вами проститься. Что-то скажете на прощание? Игра была интересная, волнения, конечно, сильные. Некоторые вопросы я знал, они потом приходят. Ладно, до свидания. Всего доброго. Роман, ровно одну минуту. Я задаю вам вопрос, и вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20 по результатам всех трех раундов, у вас появится уникальный шанс побороться за главный денежный приз – 100 тысяч рублей. Роман, какое прозвища ночь в Нью-Йорк? Большое яблоко. Верно. Какой цвет фольклорной традиции в Западной Европе? Летитворяет глупость, поэтому и в этом. Голубой. Голубой. Дураков? Какой? Голубой цвет. Да, верно. Строение передней конечности этого натюкома напоминает человеческие руки, согнутые в колодинах и премии. Багмол. Да, верно. На бирже этим словом называют трейдеры. Медведи. Как? Медведи. Быки. Из печени какой рыбы делают рыб жир? Треска. Верно. В столетнюю годовщину этого события Николаем Асеевым было написано стихотворение «Синяя гусара». Кому оно посвящалось? Пас. Пас. Кому принадлежит сказ про оленя, в убивающих водокопытами драгоценные камни? Пас. Павел Болжов. Судя по заслонному переводу с греческого языка, это химический элемент должен быть фиолетового цвета. Пас. Йод. Производством какого продукта питания занимается человек с профессией фрезеровщик? Молоко. Мороженое. И снова про профессию Венеции. Их ровно 425, при этом женщина среди них одна. Назовите профессию. Гандольер. Верно. Назовение какого средиземного острова, при котором жил Максим Горький, восходит к греческому слову кабанту или лачинскому казах? Кипр. Капли. Время вышло. Итак, за время игры я задал вам 11 вопросов, при этом вы дали 5 правильных ответов. В последнем решающем раунде вы не смогли довести счет правильных ответов до 20, поэтому покидайте нашу игру. Но у вас есть возможность что-то сказать на прощание. Игра была интересной, жаль, не хватило, скажем так, быстроты мышления. Но тем не менее, эта игра действительно была неплоха. Спасибо. До свидания. До свидания. Это Ума Палата. Может быть, кто-то из следующих игроков был рожден специально для победы в нашей игре. Узнаем через неделю. Умем. Ума. 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 Субтитры создавал DimaTorzok